Плакаты Ленинграда Меньше становится очевидцем тех трагических событий. Вместе с ними уходит история. И только от нас, их потомков, зависит, чтобы она осталась в нашей памяти, в наших сердцах. После 900 дней и ночей продолжалась блокада Ленинграда. Сегодня наши современники вряд ли до конца могут понять, А некоторые и вовсе не знают, что пришлось испытать тому поколению. Но есть воспоминания, дневники и рассказы. Многие из тех переживших те страшные события были простыми горожанами, Но они сумели совершить невозможное. Они не просто выстояли, они остались людьми. Забвение или память? Спросишь ты. И я тебе отвечу, жизнь, без спора. Конечно, память. В ней мои мосты в грядущий день. Она моя опора. Когда приходит память и конец, Ты дом, где окна досками забиты. Нет ничего опаснее сердец, в которых пережитое убито. Забыть, что было, значит исчерпать самих себя своими же руками. Становится слепыми ум и страсть, когда у человека меркнет память. Нам, живущим, не понять, Что чувствовал ребенок угасая. Деся на санках умершую мать И губы от бессилия кусая. Звучат сирены, метрономы звук, Тревожат память деточек блокадных. Им выпало без счета адских мук, Труда для фронта без речей пора. Им выпало, но люди не сдались, Не сдался город, взрослые и дети. Их подвигу живущий поклонись. И расскажи, пусть помнят нашим детям. Сегодня вспомним те дни, Когда смерть по городу ходила, Как стучал метроном, Как снаряды рвались, И как голодно, холодно было. 41 сентябрь, 8 число. В этот день нас блокады огнем обожгло. Мы не знали еще, что сомкнулось кольцо, И что смерть нам уже заглянула в лицо. Что в огне на Бадаевске Ни Рафинад, ни мука, А блокадников жизни горят. Мы в тот день не могли даже предположить, Как нам долго терпеть, И как мало нам жить. Ну а если б и знали, какой нас ждет ад, Все равно бы не сдали врагу Ленинград. Война бушевала над городом. Фашисты не в силах прорваться, Снарядами, бомбами, голодом Пытались сломить ленинградцев. Нелегкое детство досталось нам. Наш жизнь баловала так редко, А смерть холодна и безжалостна Была нам привычной соседкой. Мы горем сполна отоварились В голодных ночах Ленинграда, Но все ж мы душой не состарились. Мы вечные дети блокады. Точно рыбы аэростаты Выплывают на вахту в небо. Мне пока еще страшно за статуи, А совсем не золомтик хлеба. Укрываем и шпиль, и купол Пеленой защитных одежд. С серой дымкой весь город окутан, Не сверкает ничто, нигде. Но тревога на каждом лице. Мы оставили мгу, мы в кольце. Поезда не уходят с вокзала, Пульс трепещет, как в шпульке нить. Мы остались, друзьям я сказала, Чтобы город наш сохранить. Ты помнишь, это было в 41-м, Когда война по городу хозяйкой шла, И провода, словно оборванные нервы, Свисали над бульварами тогда. Стояла смерть у каждого порога, И снежный город будто обомлел. Один сигнал «Воздушная тревога!» Сменял другой, опять идет обстрел. Но город жил, седой, покрытый нглой, Ковал в цехах оружие на врагах. Мой город жил, с отвагой такую, Какую не видали города. И знали мы, настанет час расплаты За Ленинград, за город над Невой. Пойдут на запад русские солдаты Дорогой, опаленной войной. Черное дуло блокадной ночи, Холодно, холодно, холодно очень, Вставлено вместо стекла картонка, Вместо соседнего дома воронка. Поздно, а мамы все нет от чего-то, Еле живая ушла на работу. Есть очень хочется, страшно, темно. Умер братишка мой, утро. Давно вышла вода, не дойти до реки. Очень устал, сил уже никаких. Ниточка жизни натянута тонко, А на столе на отца похоронка. Я в горы саночки толкаю, Еще немного, и конец. Вода в дороге замерзает, Тяжелая стала, как свинец. Метет, как колючая пороша, А ветер каменит слезу. Изнемогая, точно лошадь, Не хлеб, а воду я везу. И смерть сама сидит на козлах, Упряжкой странной у города. Как хорошо, что ты замерзла, Святая, Невская вода. Когда я подскользнусь под горок, На той тропинке ледяной, Ты не прольешься из ветерок, Я привезу тебя домой. По тропинке крутой Выхожу с опаской, На Неву, за водой, С детскими салазками. Наш дневной рацион Призорочен санкой, Алюминиевый бетон С трехлитровой банкой. Дома тянем кипяток, Грею себе чурки. Алым стал железный бок От единой чурки. То плиту паркетную, То от стула ножку, Подболив газетую, Грелись понемножку. Ногам хорошо, Грею руки синие, До спины не дошло, Вся спина выннее. Я вспоминаю хлеб блокадных лет, Который в детском доме нам давали. Не из муки он был, Из наших бед, И что в него тогда только не клали. Хлеб был с мякиною, Макухой и ботвой, С корой, Колючий так, Что режет десла. Тяжелый, Горький, С хвоей, Лебедой, На праздник, Очень редко, Чистый просто. Но самый сильный голод был, Когда хлеб мы по два, Три дня не получали. Мы понимали, Что война — это беда, Но каждый день С надеждой хлеба ждали. Не дни мы голодали, А года, Хоть раз наесться досыта Мечтали. Кто видел, Не забудет никогда, Как с голоду Детишки умирали. Мы ели все, что можно есть, И отравиться не боялись. Могу все травы перечесть, Которыми тогда питались. Полынь, Крапиву, Лебеду, С берез побеги молодые, Чтобы нависшую беду Прогнать на веки вековые. И кроме трав, Столярный клей, Ремни солдатские варили, И стали мы врага сильней, И начисто его разбили. Мы рыли рвы, Хотелось пить, Помбили нас, Хотелось жить. Не говорили громких слов, Был дот на каждом из углов, Был дом, Ни света, Ни воды, Был хлеб, Довязчик беды. Солнце крощался в забытье, Бык превращался в бытие, Была судьба на всех одна, Мы растеряли имена. Мы усмиряли потный страх, Мы умирали на постах, Мы умирали, Город жил, Исполнен наших малых сил. А где-то на Ладоге в белом просторе От бомб и морозов взрываются льдины, И воют моторы, И стонут моторы, И тянут груженные хлебом машины, В пургу и обстрелы, Без сна и покоя, За жизнь и борьбу Ленинграда в ответе. И было на трассе движение такое, Как в мирное время на Невском проспекте. И если бывало, что сил не хватало, На трудном пути у бедняги мотора, Ему помогало, машину толкало, Усталое, верное сердце шофера. Металл не выдерживал этой нагрузки, И лед уставал, напряжение изведов. Лишь люди могли, по-советски, по-русски, Свершить невозможное ради победы. У арки над Ладогой гордо взметенной, Пред подвигом этим склоняются люди. И город, дорогу жизни спасенной, Героев ее никогда не забудет. Я не был на фронте, но знаю, Как пули над ухом свистят, Когда диверсанты стреляют, Следящих за ними ребят. Как пули рвут детское тело, И кровь Элленгейзером бьет. Забыть бы все это хотелось, Да оно еще шрам не дает. Я не был на фронте, но знаю, Сгоревшие взрывчатки угар. Мы с Юркой бежали к трамваю. Вдруг свист, слепящий удар, Оглохший, дымящийся куртки, Разбивший лицо о панель. Я все же был жив, А от Юрки остался лишь только портфель. Я не был на фронте, но знаю, Тяжелый грунт братских могил. Он павших друзей накрывая, И наши сердца придавил. Как стонет земля ледяная, Когда омонала заряд, Могила готовит. Я знаю, мы знаем с тобой, Ленинград. Я в госпитале мальчика видала, При нем снаряд убил сестру и мать. Ему ж по локоть руки оторвало, А мальчику в то время было пять. Он музыке учился, он старался, Любил ловить зеленый круглый мяч. И вот лежал, и застонать боялся, Он знал уже, в бою постыден плач. Лежал тихонько на солдатской койке, Обрубки рук вдоль тела притянув. О, детская немыслимая стойкость, Проклятие, разжигающему войну. Весной 1942 года Сашу из госпиталя в детский дом Принесли вместе с костылями. Ему было лет 11-12, У него не было руки почти до локтя, И ноги тоже не было, почти до колена. Мама и братья кумрили от голода. Саша зашил их в простыне И отвез туда, где складывали трупы. Возвращаясь домой, он попал под обстрел. Руку оторвало, ногу размозжило так, Что пришлось ампутировать. У кровати поставили костыли, Но никто не знал, как ими пользоваться, Если нет ни руки, ни ноги. Мальчик мужественно переносил страдания. Внезапно раны раскрылись И стали похожи на язвы. Из них торчали обрубки костей. Сашу лихорадило. Когда наш доктор перевязывала Сашу, Он не плакал и даже не стонал. Наши кровати стояли рядом, И я подавала доктору Леле тампоны и бинты. Сашины раны ужасали. Мальчик стоически держался днем, Но по ночам он тихо плакал, Натянув одеяло на голову. Мы знали, что надо делать вид, Что мы спим, И не слышим, как он плачет. Вскоре Саша умер. Его смерть потрясла нас. В нашей спальне ежедневно умирали истощенные дети. К смерти от голода мы привыкли, Но Сашина смерть была необычной для нас. Он погиб от ран, Как солдат на фронте. В мертвую тишину в спальне Нарушили чьи-то слабые голоса. Кто-то сказал, что наша армия Разгромит фашистов и отомстит за Сашу. Безучастность исчезла. Кто-то из нас впервые за месяц Деддомовской жизни заплакал. Мы плакали о мальчике Саше И о жалости к себе И друг к другу. В детском доме нашем Умер мальчик Саша. И стоят костыли за кроватью в пыли. И опять миссер Шмидт над детдомом висит. Я на всю свою жизнь ненавижу фашизм. Ненавижу войну И люблю тишину. Стрелки непочиненных часов, Как трамваи неподвижно стали. Но спокойно, под набат гудков, Девочка играет на рояле. У нее косички за спиной. На диване в ряд уселись куклы. Бомба, слышишь? В корпус угловой Дрогнул пол, коптилка вдруг потухла. Кто-то вскрикнул. Стекла, как песок, заскрипели под ногой. Где спички? Девочка учила свой урок В темноте игры по привычкам. Так еще не пел нам Мендельсон, Как сейчас в тревогу, И весь дом был музыкой нежданной потрясен. В грозный час разрыва близкой бомбы. И наутро, в очередь идя, Постоял я под ее окошком. Ты играешь, ты жива, дитя. Потерпи еще, еще немножко. Зимовать остался Мендельсон. Как надежда, музыка бессмертна. Стали стрелки. Город окружен. До своих большие километры. Хлеб, как пряник, съеден по пути. Раскладушка в ледяном подвале. Но, как прежде, ровно с девяти Девочка играет на рояле. Друг, товарищ, Там, за Ленинградом, Ты мой голос слышал, за кольцом. Дай мне руку, Прорвана блокада, Сердцем к сердцу, Посмотри в лицо. Кровь друзей, Зывавшая к отпщению, На полотнах полковых знамен. На века убийцам нет прощения. Прорвана блокада, Мы идем. И ровно через год Две цифры, Два и семь, Январь сорок четвертый, Великий день, День радостный и горький. Ему мы память сердца отдаем, Героям, что за Ленинград сражались, Держали оборону, как могли, Кусочком хлеба, Что в руках сжимались, Непостижимой силе духа и любви. За залпом залп гремит салют, Ракеты в воздухе горячие, Цветами пёстами цветут, А ленинградцы тихо плачут. Не успокаивать пока, Не утешать людей не надо, Их радость слишком велика, Гремит салют над Ленинградом. Их радость велика, Но боль заговорила и прорвалась, На праздничный салют с тобой Полу Ленинграда не поднялась, Жыдают люди и поют, Элит заплаканных не прячут, Сегодня в городе салют, Сегодня ленинградцы плачут. Говорит Ленинград, Говорит Ленинград, 19 часов 59 минут, 27 января 1944 года. Выключили наш микрофон В центре города, На Невском проспекте, За минуту до того, Как Ленинград Громом орудий будет Салютовать победе своих героев. Город с напряжённым отыданием, В эти секунды на Марсово поле, На Велику Невы, Вытянулись к небу жерло орудий, Готовый к торжественному салюту. А на улицах и проспектах Сарит радостное оживление, Которого не помнит военный ленинград. От мала до велика Все вышли на улицу, Все хотят увидеть и услышать салют, Чтобы на всю жизнь запомнить Эти неповторимые минуты, До которых дожили ленинградцы, Пройдя трудный, тернистый путь Борьбы и нисход. Площади, бульвары, Гранитные набережные Не выполнены народу. Даже на крышах люди. Вон там во время боевых стрелок Ленинградцы стояли на вахте. И теперь с этих крыш Они будут любоваться Восхитительным зрелищем. Вот она, Наступает торжественная минута, Которую Ленинград Никогда не забудет. Наступает торжественная минута, Валю Венеграда. Фашизм хотел наш город уничтожить. Желал его стереть с лица земли. Мечтал, но оказалось, что не может. А ленинградцы выстрелить смогли. Город воскрес, Город выжил. Памятный день настает. Девочка за руку с дедом, Павшим гвоздики несет. Пусть ей расскажут, Как выстрел 77 лет назад Непокоренный фашистами Город-герой Ленинград. Слава тебе, Великий город, Слившего едино фронт и тыл, В небывалых трудностях которых Выстоял, Сражался, Победил. Город-герой Ленинград. Редактор субтитров А.Семкин